Приветствую вас, и отвечая на ваш вопрос, то есть на ваши вопросы, вот, точнее, посоветуйте, просьбы посоветовать, я могу сказать вам, наверное, что конкретно за советом вам обращаться к психологу не лучшая идея, потому что психологи не занимаются советами, вот, психологи занимаются тем, чтобы, что помогают человеку разбираться в себе, ну, по крайней мере, этим занимаются психотерапевты. И, соответственно, я на вашу ситуацию смотрю с точки зрения того, какие могут быть нюансы именно у вас, не задрагивая при этом модель поведения в детском саду воспитателя и модель поведения вашего ребёнка, вот, хотя его поведение, безусловно, важно будет отметить. Я бы хотел в большей степени поговорить о вас и о том, какие чувства вызывают у меня ваш текст, описывающий все перипетии пребывания ребёнка в учреждении и перипетии ваших с ней взаимоотношений, а также её взаимоотношений с её родным. Мне кажется, что, описывая несколькими словами то, что происходит, с вами можно было бы сказать следующее. Здесь чётко прослеживается попытка следовать правилам, желание контролировать и скрывающиеся за этими вещами может быть неуверенность в себе, тревожность, страх ошибиться, не связанные напрямую с ребёнком. И мне кажется, что из-за этого создаётся ощущение, что при при своей внешней требовательности, при своей внешней уверенности в себе, при своём внешнем знании, казалось бы, того, чего вы хотите, а мне кажется, что именно это первое впечатление вы производите, вы знаете, чего вы хотите, и как бы, как бы, ну, вы уверены в себе, вы знаете, что делать. Вот. За этой позицией скрывается человек, который, как мне кажется, в себе сомневается, сомневается в том, а стоит ли делать то, что сейчас кажется важным. Сомневается в том, а можно ли, нужно ли поступать вот так, как хочется, так как чувствуется и так далее. И мне кажется, что такое поведение ваше, оно передаётся и ребёнку. То есть, такая естественная, на мой взгляд, реакция, как агрессия, такая естественная реакция, как агрессия на, ну, в ответ на поведение со стороны детей, каким бы оно ни было, вот, со стороны воспитателей, каким бы оно ни было, вот. А в ответ на это, ваш ребёнок ведёт себя совсем не так. То есть, он пытается вести себя, как более зрелый, вероятно. Хотя, хотя, до зрелости нужно бросить, а у меня возникает такое ощущение, что человек, как будто бы, пытается быть тем, тем, кем он не является, не является вопросом, в том, откуда у него, у неё такая модель. Ну вот, смотря на ваш текст, я понимаю, что, скорее всего, такая модель у неё образна. Вот, что, внешне, предводя впечатление человека, который знает, чего хочет и уверенно идёт вперёд, вы на поверку демонстрируете сомнения, страх и так далее. Потому что, ведь про что ваш глобальный текст? Ваш текст, он про то, что вы не доверяете себе и вы хотите получить подтверждение своих подозрений. Вот, подтверждение своих подозрений относительно, как мне кажется, всего. Вот, относительно этой ситуации с ребёнком, относительно этой ситуации с детским садом, относительно этой ситуации с воспитателем, относительно этой ситуации с эффектом от обучения и так далее. То есть, ощущение, что у вас какие-то реакции возникают, вот, мы сейчас не будем говорить о том, хорошие реакции, как бы, ну, позитивные они или негативные по сути своей, вот, они просто возникают. А вы, такое ощущение, что не даёте им себя проявлять, и вы, как будто бы, спрашиваете, а вот, какие реакции мне проявить, чтобы это было правильно. Мне кажется, что здесь вы, к сожалению, пытаетесь заместить вашу жизнь, нашу. То есть, чтобы мы за вас приняли решение. Мне не кажется, это позитивная история, потому что, так вы не исследуйте себя. так вы не будете лучше понимать себя. так вы останетесь вот на этой, ну, на этой вот позиции, позиции не совсем чувствующего себя. чувствующего свои реакции, свои, может быть, ну, может быть, свои ценности, вот, и так далее. То есть, мне кажется, что, чтобы не происходило, wealth, эээ, ну, в жизни, эээ, необходимо учиться вносить в компакт, в компакт, в компакт, если вас что-то беспокоит, привозит, эээ, имеет смысл говорить об этом так, эээ, так или иначе. Вот. Вот. И, не делая этого, вы, как мне кажется, ээээ, себя предаете. И, что еще более неприятно, то, что ребенок ваш, глядя на вас, и глядя на то, как это происходит у вас, ведет себя примерно так же, вот, она, как мне кажется, эээ, ну, не идеально, конечно, вот, но практически копирует вашу модель поведения. И, как вы понимаете, ничего хорошего в этом нет, потому что, эээ, и для вас, и для нее это деструктивная модель поведения, в которой вы оказываетесь с наложниками своего интеллекта, своих, эээ, установок, своих убеждений, своих, эээ, стереотипов, эээ, эээ, ну, стереотипов восприятия реальности. Но, при том, что сама реальность оказывается куда более, эээ, шире, богаче, многограннее, многограннее, и, вероятно, даже куда более непредсказуемой, чем вам ее хотелось бы видеть, чем вам ее комфортнее было бы видеть. Вот. И, в общем-то, в этом мне видится одна из основных проблем. То есть, эээ, дело не в том, чтобы дать вам, вам, эээ, сейчас инструкции, какие-то инструкции, которые, эээ, помогли бы вам решить проблему, эээ, а дело в том, чтобы научить вас самостоятельно справляться с теми вызовами, которые бросают жизнь, с теми эээ, конфликтами, которые возникают, чтобы разрешать их, не зажимая, не завоёвывая, не завоёвывая что-то, а делая это более естественно, более свободно, и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, что, ээ, в этой, в этой, так же, как и в любой другой ситуации, вам, эээ, нужно прислушиваться к себе и посмотреть, что важно для вас, и подобрать к наиболее приемному, опять же, в рамках ваших ценностей, форму донесения этого до людей вокруг. И, совсем не важно, мама, мама вы или кто-то ещё. Совершенно не важно, эээ, что думают, что думают здесь другие люди, что думают, эээ, специалисты и так далее. Вот, важно, что чувствуете вы, и насколько вы это реализовываете. По-другому, эээ, понять, насколько вам откликается то, что вы хотите, то, что вы чувствуете, то, что для вас важно, не получается. Понимаете, правильных способов выразить это, не получается тоже. Потому что, для одних людей, ситуация, о которой вы описываете, она приемлема. Для других людей, ситуация, о которой вы описываете, неприемлема. Кто-то назвал бы эту ситуацию терпимой, кто-то назвал бы эту ситуацию ужасной, негативной. И все эти люди будут правы. Потому что личной позиции здесь нет и быть не может. Но вы, именно вы имеете свой собственный взгляд на то, что происходит. Потому что, потому что эта ситуация задрагивает напрямую вас. Так и кому же, как не вам, опираться на себя в этом и исходя из этого поступать. Другой вопрос, если вы этого сделать не можете. Если у вас возникает страх, эээ, там, эээ, вина, стыд, нервозность, что-то еще. Тогда, тогда психолог может вам помочь в этом разобраться. Еще, еще один важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Внимание заключается в том, что для девочки, для мальчика, для девочки, не лучшим, эээм, решением является привязка к ээм, старшему поколению. То есть, вообще, старшее поколение, наличие старшего поколения в жизни ребенка, это хорошо. Наличие бабушки и дедушек прекрасно. Но, мне показалось, мне показалось, что дочь ваша видит именно в дедушке папу. Я могу ошибаться, я могу быть не прав здесь. Может быть, мне так только показалось, я рад, если раб был бы ошибаться. Но, если это так, если это так, если это так, если есть вероятность, вероятность, если есть вероятность того, что это так, это очень стревожный момент, потому что... В будущем у ребенка могут быть из-за этого проблемы. В будущем у ребенка могут быть сложности как с построенными отношениями с людьми вообще, так и с обустройством личной жизни. В частности, в частности. Потому что... Маленькому человеку нужен... Немножко другой... Образ... Победение, образ... Гендерных моделей, духовных моделей и так далее. В идеале, конечно, лучше, если есть все. Но такой перекос, скорее, негативный. Поэтому... Я не говорю вам ограничивать общение дочери с дедушкой и бабочкой. Я говорю о том, что вам... И это, кстати, про ощущение безопасности. Это, кстати, про ощущение такой защищенности. Вот. Ну... Относит сюда. Вот. Вам... Необходимо вводить в жизнь свою и ребенка мужскую фигуру. Это не обязательно. Может быть... Прямо... Мужчина, который в отношениях с вами находится. Вот. Не обязательно. Хотя и... Желательно, но не обязательно. Но это просто мужчина, который... Более... Как бы... Приближен... По... Возрасту... К... Возрасту... К... Возрасту... Гипотетическому возрасту отца. Эээ... Для девушки. Вот. А не девушка, которая все-таки находится... Совсем на другой... Эээ... Возрастной... Категории. Ну... Возрастная... Одно-тостоянно в другом возрастном отрывке. Вот. Эээ... Ээ... И... Ээ... 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 Стоит подумать вам... Эээ... О... Своем ощущении... Ээ... Защищенных себя о том, что... Вы делаете, например, для того, чтобы... Чувствовать себя... Защищенной, потому... Потому что... Эээ... Если... К примеру... Вы... Эээ... Эээ... Если вы себя... Такой не чувствуете... Если вы не ощущаете себя... Эээ... Защищенной... Например... То-хто... Нельзя... Дать эту рыбинку... Нельзя... Нельзя... Дать эту рыбинку... Эээ... 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 Ну... Того, что... Не чувствуете вы... Вы... Сами... То-хто... Защитить эту рыбинку... Защитить эту рыбинку... Это... Отлично... Это... Прекрасно... Что вы хотите ее защитить... Но... Эээ... Справа вам нужно защитить... 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 Себа... Что... Это, потому что... Ощущение... Ээээ... Ну... Внутреннее ощущение... Эээ... Безопасность... Внутреннее ощущение... Эээ... Эээ... Засищенности... Оно... Не от... Коких-то... Ээээ... Внешних... Действий... Как это ни... Странно... Звучит... Эээ... Происходит... происходят от внутреннего восприятия человека становятся самого себя, и если этого восприятия нет, или оно создаётся искусственно, то, как бы, путь в эту сторону становится своего рода мартышкиным трудом, вот. Такая вот история, поэтому я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что его некоторая неконкретность не является отталкивающим фактором, потому что конкретные рекомендации, ну, помимо того, что вы уже получили, да, я считаю всё-таки в рамках моего подхода к психотерапии, мне кажется, неприемлемо. Опять же, мне показалось, что ваше обращение, оно больше именно к психологам, нежели чем к психотерапевтам, вот, потому что психологи это все-таки люди, которые выполняют более формальные функции, вот, ну, например, да, психолог в детском саду, психолог в школе, люди, которые, конечно, должны заниматься психотерапией, но в рамках российских современных реальных, понятно, они там психотерапией, по большому счёту не занимаются, вот, ну, я не буду говорить о том, что они в этом минуют и так далее. Вот, мне кажется, что какой бы ни было реальность, вы можете её менять во сколько, на сколько это в ваших силах, и пробовать делать это, ошибаться, падать, снова подниматься, от то, что делает нас теми, кто мы есть. Я искренне желаю, чтобы вы начали это делать. Вне зависимости от того, о какой ситуации мы говорим, чтобы вы прислушивались к себе, чтобы не забивали периферию своего внимания, периферию своих мыслей, различными теориями, ожиданиями других людей, страхами, тревожностью, не принятием какой-то части себя и попытками быть той, кем вы не являетесь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok